Приветствую вас, дорогие братья и сестры! Прошло несколько дней после записи моего предыдущего ролика про бывшего священника Сергия Романова. Ранее, когда я писал видео с обличениями лжи этого человека, мои слова были незамечены. Сейчас же произошло возбуждение среди сторонников и почитателей этого человека, и на меня обрушился вал возмущенной, так сказать, критики, в результате чего я вынужден был даже отключить комментарии под этим видео, отключу и под этим видео, так как сторонники Сергия Романова решили использовать мой канал и мои видеоролики для рекламы собственных заблуждений, лжи и клеветы на русскую православную церковь. Именно поэтому я отключил все комментарии, и в описании к видео дал ссылки на предыдущий мой разбор так называемого богословия Сергия Романова, также дал ссылки на подробный разбор, произведенный отцом Георгием Максимовым. Поэтому все, кто хотят знать ответ, все честные православные верующие люди могут зайти по этим ссылкам, внимательно выслушать и далее принять трезвое решение по поводу своей собственной жизни. Ролик я решил записать как последний на тему Сергия Романова, так как тема уже закрыта, все уже сказано, добавить практически нечего, продолжается с его стороны просто шквал глупостей, он продолжает выкручиваться, вертится как уш на сковородке, но все это уже бесполезно. У него было время для покаяния, было время для исправления, у него была возможность явиться на церковный суд, посмотреть честно в глаза своим братьям-священникам, объясниться с ними, но он этого не сделал. Поэтому все в рамках канонов Русской Православной Церкви совершено. Этот человек лишен сана. Несмотря на это, данный человек уже настолько увлекся собственной персоной, что, видимо, в своих мечтаниях он мнит себя как минимум патриархом всей Руси. Он уже начал постригать людей в монахи, в нарушение всех возможных канонов и правил Православной Церкви. То есть он уже ставил себя выше митрополита, то есть он как минимум в своих глазах епископ, ни много ни мало. Но, видимо, скоро начнет уже рукополагать. То есть, в общем-то, что и требовалось доказать. Человек создает церковь имени себя, любимого. Разброт и шатание будут еще продолжаться долго, но свершилось то, что свершилось. Будем надеяться, что милостью Божией этот вопрос будет закрыт окончательно и не приведет к серьезному расколу внутри Русской Православной Церкви. К сожалению, проблема была затянута, зашла слишком далеко. Сегодня я буду читать по бумажке, так как с момента выпуска последнего моего видео произошло ряд, несколько событий. И я, по сути, получил ответы на вопросы, которые я ставил в предыдущем видео. И хотел бы зачитать эти ответы. Не думаю, что митрополит Кирилл смотрит мой канал, но те вопросы, которые я поднимал, те предположения, которые я высказывал, они лежат на поверхности, и они очевидны любому грамотному, здравомыслящему, православному человеку. Поэтому, скорее всего, это просто совпадение, что я поставил вопросы и буквально через два дня получил на них ответы. Хотел бы еще ответить на часть обвинений, которые почитатели Сергия Романова писали в комментариях под моим видео. Меня обвиняли и обзывали еретиком, грозили и судом божьим, и то, что я являюсь бесом, что гореть мне в аду и прочее-прочее. Были и более такие серьезные намеки. На это я могу ответить, что я шел священнослужителем не для того, чтобы молчать и соглашаться со всей глупостью, которая может звучать из уст разных бородатых дядек. В моей обязанности входит забота о чадах Русской Православной Церкви. Это прописано в той присяге, которую я давал перед рукоположением. Подробно эту присягу я разбирал в видео, ссылку на которую я давал под роликом и дам еще раз. Поэтому тем, кому не лень, те, кто честны перед Богом и перед самим собой, пожалуйста, посмотрите, послушайте внимательно и не говорите, что вы ничего не знали и вам никто ничего не говорил. В этой присяге мне, как и любому священнослужителю, диакону или священнику, вменяется в обязанность заблудших вразумлять и возвращать на путь истины. То есть это не мое желание какое-то, а это именно моя обязанность. И я должен заботиться о людях, должен заботиться о чадах Русской Православной Церкви. И то, что я высказываюсь вслух, это именно исполнение моих непосредственных обязанностей. Кроме того, я проповедовать начал совсем недавно, долгое время после рукоположения молчал. Мне много раз предлагали говорить проповеди на своем приходе. Но это было предложение, и у меня была возможность уклоняться. Чуть более полугода назад отец-настоятель, архимандрит Иероним, прямо мне благословил. Отец Алексей, с сегодняшнего дня раз в неделю ты говоришь проповеди. Поэтому мои проповеди, они начались по послушанию. Если мне сегодня скажут прекратить, я прекращу. Хотя я не монашествующий, и обетов монашества не давал, но тем не менее, вопросы внутренней дисциплины, они обязательны для любого священнослужителя Русской Православной Церкви. Если твой непосредственный руководитель, твой командир на боевом посту, а церковь наша воинствующая, как Сергий Романов говорит, мы все воины Христова, мы все пехота, как он говорит, Христова, то пехота должна выполнять приказы своих военачальников. Хороший пехотинец, который не выполняет приказы своего командира. То есть даже в этом проявляется ложь Сергия Романова. Никакой он не воин Христов. Он самочинник. Он, по сути, дезертир. То есть ему был дан приказ не проповедовать публично, через интернет. Но, несмотря на то, что тогда еще отец Сергий Романов был в послушании у своего епископа, и как священник, и как монах, он решил не выполнять этот приказ. И оставил свой боевой пост и дезертировал. И на сегодня он, по сути, повторяет свою прежнюю историю. Как это ни прискорбно, хоть он и говорит, что он покаялся и понес наказание. Но наказание-то он понес за те преступления, которые совершал ранее. Но о покаянии, видимо, говорить еще рановато. Плоды его, так называемого покаяния, мы видим сейчас. То есть как тогда, в 80-е годы, он, будучи милиционером, а мы все знаем, что милиция, сейчас полиция, это люди, призванные защищать нас от бандитов, защищать наш покой. И неспроста появилось такое выражение, появилось оно, в общем-то, только в 90-е годы, когда Сергий Романов уже отбывал наказание за убийство. Тем не менее, выражение очень четкое, оно называется «Оборотень в погонах». Я предполагаю, что это выражение является интерпретацией евангельского выражения «волк в овечьей шкуре». То есть человек, нося форму милиционера, офицера милиции, внушал окружающим людям доверие, люди себя чувствовали спокойно, чувствовали себя защищенными, полностью доверяли ему, а он в это время был обычным бандитом. То есть рядился в одежды милицейские, а сам грабил и убивал людей, за что и понес законное наказание. И в прошлом видео я высказал радость по поводу того, что он наконец-то сам признался в том, что он совершил. Ну и трудно было бы не признаться, так как век интернета все очень легко проверить. Есть документы, написанные собственноручно тогда Николаем Романовым, где он сам признается в своих преступлениях. То есть отрицать очевидное невозможно. Он, правда, пытался вывернуться и сказать, что он покаялся, поэтому имеет право и достоин рукоположения, рассказывал истории про некие благословения уже умерших людей патриарха Алексея II и старца архимандрита Кирилла Павлова. Но проверить эти слова невозможно. То есть есть только слова, рассказы Романова. Подтвердить правду его слов никто не может. Ну и как я говорил ранее, то, что он уже наговорил и то, что он сотворил, подтверждает, что ложь для него это естественное состояние души и верить его словам нельзя. И кроме того, я получил подтверждение его лжи. Первое, о чем я скажу, это вопрос по детям, которые находились на территории монастыря и которые сейчас свидетельствуют против Сергия Романова. Как он издевался над детьми, как он глумился, как была создана просто невыносимая обстановка для бедных детских душ. Не буду разбирать это подробно. Почитайте. Это поражает своим цинизмом. Это просто разрывает сердце отца и дедушки. То есть любой нормальный мужчина не может равнодушно читать признание этих детей. Я сам очень рад, что в свое время не поддался на искушение и не позволил своим дочерям оказаться в этом монастыре. В частности, моей старшей дочери было предложено преподавать в этом приюте физику, а младшую дочку приглашали на лето пожить в этом монастыре, что там все замечательно, все хорошо, природа, животные, козочки, овечки, лошадки. Слава Богу, Господь уберег. Я серьезно думал на эту тему. И вот я сейчас читаю то, что пишут несчастные дети и думаю, меня Господь уберег, а как же тяжело и этим детям, и их родителям сейчас. И вот читаю ответ. Екатеринбургская епархия продолжает расследование свидетельств насилия над детьми в монастыре. Сотрудники епархии собирают и всесторонне изучают свидетельства бывших воспитанников, в том числе причины, по которым данные обвинения не были преданы огласке ранее, отмечает пресс-служба митрополии. То есть, есть болтовня Сергия Романова, есть болтовня его почитателей, есть свидетельства, есть факты и есть на сегодняшний день расследование. Я думаю, что будет еще проведено и светское расследование параллельно с церковным расследованием. И мы после узнаем много чего неприятного. И для самого Сергия Романова, и для нас всех, потому что это касается каждого из нас. Это происходило в монастыре Русской Православной Церкви, чадами которой мы все являемся. Подчеркивается, что в епархию поступают новые свидетельства от тех, кто когда-то воспитывался в монастыре и подвергался жесткому обращению со стороны послушников. Митрополия просит всех пострадавших воспитанников связаться с главой отдела по работе со СМИ Максимом Миняйло по телефону 912-622-28-84. При этом церковь гарантирует им сохранность и тайну информации. Также епархия выразила готовность оказать психологическую помощь потерпевшим. Пожалуйста, процесс пошел. То есть, ответ на один из вопросов, который я ставил, я получил. Хотел бы еще вернуться к комментариям почитателей Сергия Романова, которые высказывали угрозы в мой адрес. Скажу просто. Дорогие мои, если вы такие верующие, вы такие православные, вы такие смелые и отважные, распишите такие вещи каноническому православному священнослужителю, то зачем говорить слова? Совершите действия, явите плоды воспитания и богословия в кавычках Сергия Романова. Зайдите в любой храм, можете зайти в наш храм и совершите то, что вы хотите совершить. Осуществите свои угрозы и поверьте, отпора вы вряд ли получите, потому что ни мне, ни любому священнослужителю не позволено руку поднять на любого из вас. Мы давали обеты и мы этого делать не будем. Поэтому можете приходить и безнаказанно осуществлять свои угрозы. Практически все священнослужители Русской Православной Церкви, они открыты, доступны, служат в людных местах, живут среди людей, никакой личной охраны и кордонов из казаков и прочих боевиков ни у кого из нас нет. За высокими стенами мы трусливо не прячемся. Мы среди нашей пасы, мы среди наших людей. Пожалуйста, приходите и делайте то, что считаете нужным. А если не делаете, то подожмите хвост, выражаясь по-мужски, и сидите за высокой стеной в темном лесу, за кордонами охраны и бойтесь, как вас учит Сергий Романов. Бойтесь печати Антихриста, бойтесь Антихриста, верьте в его пришествие. Мы же будем ждать Христа и верить Христу, и причащаться Христа. Ну, это так. Отвлечение это, чтобы сразу ответить на возможный очередной гвалт этой смелой кампании, этих клавиатурных воинов Христовых. Как во время моей службы в армии у нас говорили комнатных орлов. Теперь я хочу засчитать выдержки из открытого письма митрополита Кирилла Екатеринбургского Верхотургского Сергию Романову. То есть теперь, когда уже вопрос решен окончательно, настало время подвести черту и поставить жирную точку под этим вопросом. Митрополит Кирилл пишет Я не высказывался открыто и подробно относительно вашего поведения, поскольку надеялся сохранить вас для церкви, а саму церковь уберечь от излишнего внимания тех, кто кормится на внутрицерковных конфликтах и настроениях. От себя могу сказать, что мои первые видео это был именно публичный ответ на публичное обращение Сергия Романова ко всем священнослужителям Русской Православной Церкви, в частности ко мне. То есть он призвал деканов, священников и всех вывести народ на улицы против действующей власти. Тогда ему митрополит Кирилл просто запретил проповеди через интернет, который, как утверждал Сергий Романов, ему ненавистен. Поэтому обвинители меня и прочих священнослужителей в том, что якобы мы хотим пропиариться, стать известными на имени великого старца в кавычках, они не имеют никакого основания. То есть первых слов смотрите, пожалуйста, в описании я даю ссылку на это видео от 2 мая, я сразу говорю, что это вынужденный ответ на публичное обращение ко мне лично. И я разбираю подробно, почему я не согласен и почему это ложь. То же самое могут сказать и другие священнослужители. Далее вот вопрос о горячо любимом товарище Сталине, портрет которого висит среди святых на стене у Сергея Романова. Я высказывался об этом тоже в одной из проповедей и в комментариях. И вот очень хороший ответ митрополита Кирилла. Вы восхваляли Сталина в день, когда празднуется память святых умученных во время сталинского правления. Есть восхищение, есть любовь к Сталину, Романова и его последователей, а есть факты. Тысячи замученных и убитых по личному приказу Сталина людей. Еще я читал в комментариях, что зря в этом против Сталина, и там даже такой аргумент приводился, что во времена Сталина якобы поднялась рождаемость, а теперь она падает, что Путин плохой, что рождаемость падает, а при Сталине, мол, она росла, были запрещены аборты. Я напомню, что Сталин был приближенных подвижников товарища Ленина, и он также ответственен за то, что впервые в мировой истории, в отдельно взятой стране, в Советском Союзе, было узаконено убийство детей, то есть были узаконены аборты. Так что кровь невинно убиенных младенцев на руках Сталина ничуть не меньше, чем на руках Ленина и прочих товарищей. А то, что были запрещены аборты, тут был простой и четкий расчет, потому что после войны мужское население резко упало, и надо было воспроизводить, скажем так, живую силу. Поэтому ничего благочестивого в действиях Сталина не было. В то же время господин Гитлер делал примерно то же самое, то есть благословлял немецких женщин рожать от солдат, которые приходили на побывку без каких-либо обязательств, просто рекомендовал им ублажать этих бойцов и рожать от них детей. Ну и был простой расчет, что боец погибает, на его место заступит его ребенок. Вот и все. То есть аргумент по поводу запрета абордов, но он такой подтянутый за уши. То есть этим аргументом можно оправдать и Гитлера. А факт гонения на церковь воина Сталина убийство множества верующих людей подтвержден комиссией по канонизации Русской Православной Церкви и многие люди убиенные, замученные в то время, канонизированные ныне в нашей церкви. А по словам Сергия Романова мы должны одновременно почитать и жертв убийцы и самого убийцу как святого. Ни много и ни мало. Митрополит Кирилл приводит очень хорошие слова святителя Игнатия Бринчнинова, которые в полной мере относятся к Сергею Романову. Послушайте их. тщеславие и самомнение любят учить и наставлять. Они не заботятся о достоинстве своего совета. Они не помышляют, что могут нанести ближнему неисцельную язву нелепым советом, который принимается неопытным новоначальным с безотчетной доверчивостью, с плотским и кровяным разгорячением. Им, то есть подобным Сергею Романову, нужно произвести впечатление нанонавочального и нравственно подчинить его себе. Им нужна похвала человеческая. Им нужно прослыть святыми, разумными, прозорливыми старцами, учителями. Всякий духовный наставник должен приводить души к нему, то есть ко Христу, а не к себе. Наставник, пусть подобно великому и смиренному крестителю, стоит в стороне, признает себя за ничто, радуется своему умолению предучениками, которое служит признаком их духовного преуспеяния. А хранитесь от пристрастия к наставникам. Многие не остерегались и впали вместе с наставниками в сеть дьяволу. в конце обращение ко всем нам, чтобы мы были трезвые и не доверяли вот этим честславным людям, находящимся в самомнении, а доверяли более Христу, читали Священное Писание, читали Святых Отцов, читали правила и каноны Православной Церкви. А это не те вот несколько выписок из канонов, которые любят цитировать и цитировали мне в комментариях почитателей Сергия Романова, доказывая якобы по канонам, что и Патриарх, и Митаполит Кирилл, и я в том числе впали в ересь экуминизма и прочее, и прочее. Хотя вопрос об экуминизме я вообще не разбирался, то есть я его даже не поднимал. Причем тут вот эти лозунги, это реклама своих взглядов, то есть мне непонятно. Я этот вопрос в принципе не обсуждал и обсуждать не собираюсь. Этот вопрос обсуждали другие более грамотные священнослужители. Пожалуйста, посмотрите в описании к этому видео, там я даю ссылки на разбор отца Георгия Максимова, где он подробно разбирает все эти басни про якобы экуминизм русской православной ссылки. Если вы православный, если вы верующий, честный человек, пожалуйста, внимательно выслушайте все эти аргументы. И помните, что кроме вот тех пяти-десяти правил, которые вам предоставляют со своими глупыми, безграмотными пояснениями так называемые старцы, помимо этих правил есть еще масса других правил. Это три толстенных тома. Вот откройте их и прочитайте от корки и до корки. Вы очень удивитесь, там очень много чего вы найдете, в том числе и про себя самих. Пристрастие делает любимого человека кумиром. От приносимых этому кумиру жертв с гневом отвращается Бог. И теряется напрасно жизнь, погибают добрые дела. то есть все добрые дела, сделанные Сергеем Романовым и его почитателями становятся ничтожными. Когда мы отвергаем Бога, мы отворачиваемся от Матери Церкви и начинаем верить своему кумиру, приносить ему в жертву свои вечные бесценные души. Это слова Игнатия Бенчанинова, святителя Игнатия Бенчанинова. То есть это было и тогда в XIX веке и сейчас в XXI веке ничего не изменилось. Я тут еще вспомнил одно выражение, которое читал у святителя Игнатия, оно меня поразило и так укоренилось в моем сердце и с этим выражением я практически иду через всю жизнь. Когда святитель Игнатий рассуждает о такой болезни как молодостарчество, которое было и тогда, тогда оно называлось по-другому, но старчики по типу Сергия Романова появлялись тогда и по-разному завлекали в своей сети наивные новоначальные души. И святитель Игнатий сказал так «Бойтесь ласкательных старцев». Вот что мы имеем на сегодняшний момент. Благолепный вид и ласковые обращения особенно на первых порах того же Сергия Романова. Я сам в свое время попал под его влияние, но ненадолго. То есть он очень быстро показал мне, в частности, кто он есть на самом деле. Когда уже при второй встрече нашей он, выйдя на амбон, переврал все мои слова ровно на 100%. Ну тогда это было не так опасно, в храме было человек 15 всего, поэтому ничего страшного не произошло. Ну и как бы и тема сама по себе была она такая несерьезная, но он тогда перепугался на ровном месте и проявил вот это свое малодушие, свой страх, мягко говоря, по-мужски заистерил прямо на амбоне, что он продолжает делать и сейчас. Далее я получил ответ от митрополита Кирилла на свое предположение, что отец Сергий просто безграмотный человек. Я говорил о том, что очень важно получить священнослужителя высшее духовное образование, что сейчас это обязательно для каждого священнослужителя. Есть приказ патриарха и, насколько я помню, кто знает, могут меня поправить, этот приказ был еще подписан патриархом Алексеем Вторым, то есть патриарх, которого почитают Сергий Романов. Но даже если бы это был приказ подписан патриархом Кириллом, то это никак не умаляет сути этого приказа для каждого, как говорит Сергий Романов, воина Христова. То есть, если ты воин, если ты пехота, будь добр исполнять. А приказ такой, чтобы каждый священнослужитель имел высшее духовное образование. Я по себе скажу, что когда я заканчивал семинарию, уже будучи священнослужителем, то со мной в одной группе учился даже метрофорный протеерей. И ничего в этом удивительного нет. То есть, не важно, сколько у тебя светских образований, сколько у тебя дипломов, ты обязан получить высшее духовное образование, чтобы прежде, чем учить, сам был научен. есть сейчас четкое распоряжение, чтобы деканов рукополагать исключительно на третьем курсе семинарии, не ранее, а в священнике только начиная с четвертого курса семинарии. То есть, когда у человека уже есть некоторая база знаний, достаточно приличная, чтобы нести свое словесное служение, учить свою паству. Меня, в частности, рукоположили на четвертом курсе семинарии. И последний курс я уже доучивался, будучи священнослужителем. Было тяжело, особенно на старости лет, но что делать? И я терпел, и метрофорный протерея терпел, который еще старше меня был по возрасту. Конечно, и память уже не та, и силы уже не те, но тем не менее мы сдюжили, мы дотерпели, мы исполнили свое послушание. Что сделал отец Сергий Романов? Ведь это распоряжение касалось его. Читаю фактические данные подтверждения митрополита Кирилла. Вы могли бы стать достойным собеседником в том случае, если бы получили хоть какое-то духовное образование, но вас исключили со второго курса московской духовной семинарии за неактивность в учебе, и на вас исполнилось предупреждение одного старца ранней церкви, сохранившейся в древнем потеряке. Не начни учить преждевременно, иначе во все время жизни твоей пребудешь недостаточным по разуму. Вы не приобрели способность к самостоятельной интеллектуальной деятельности, поэтому ваши проповеди это дурно прочитанные чужие и избитые мысли, выраженные словами, смысл которых вам далеко не всегда известен. Именно поэтому вы избегали заседания апархиального церковного суда, поскольку не имея заранее написанных ответов, вы не смогли бы отвечать по теме произнесенных вами проповедей, так как сами с трудом понимаете их содержание. Те, кто пишет вам тексты, которые вы с усилиями и ошибками вынуждены читать, сослужили вам злую службу, ибо наводнили их самой гнусной клеветой. Что и требовалось доказать. То есть человек, который нахватался верхушек, серьезного духовного образования, не имеет достаточных знаний по своему самомнению, теперь учит всю русскую православную церковь. Что есть православие на самом деле. Для меня, например, очевидно, что человек мечтал стать священником, что никто его не уговаривал быть священником. Почему? Потому что любой священнослужитель, любой семинарист знает, что чтобы поступить в семинарию, надо высказать пожелание служить в русской православной церкви в качестве священнослужителя. Иначе в семинарии делать нечего. Поэтому все эти басни и россказни, что якобы его уговаривали, патриарх его благословлял, старец Кирилл, нет. Вот он сначала поступил, если взять хронологию, в семинарию, то есть он уже хотел быть священником, несмотря на то, что по канонам православной церкви он не имеет никакого права быть священнослужителем. И скорее всего он обманул приемную комиссию и умолчал о том, что он сидел в тюрьме и за что он сидел в тюрьме. Иначе его бы в семинарию не приняли. Вот тут он немножко прокололся. Ему надо было начинать с рассказа Басин про то, что якобы его старец Кирилл благословил поступать в семинарию и сам патриарх Алексей Второй его уговаривал слезно, чтобы Сергий Романов, тогда Николай Романов поступил в семинарию. Факт обмана налицо. То есть человек обманом пролез в семинарию и когда он достиг своей цели, пролез обманом в священники, семинария ему стала не нужна. Зачем? Он получил то, что он хотел. Если ранее он получил форму офицера милиции и творил свои беззакония, прикрываясь этой формой, то теперь он получил, образно выражаясь, форму священнослужителя и под видом священнослужителя теперь имеет возможность творить свои воровские дела, расхищать стадо Христова. То есть пес вернулся на свою блевотину. И, конечно, семинария ему уже не нужна. Зачем она ему нужна? Все, цель достигнута. Семинарию он бросил после первого курса. А приказ патриарха ему не указ. У него другие цели и задачи. Далее митрополит Кирилл очень аргументированно просто обличает Сергея Романова. Это обличение может подтвердить фактами любой более-менее знающий историю своей Родины. Читаем. Но если бы вы во времена Российской империи проявили хотя бы десятую часть своей дерзости и непослушания, та же критиковали светские и духовные власти, как это делаете сейчас, то еще прежде того, как у вас появилась бы мысль начать сбор подписей и организовывать народные волнения, вас посадили бы на цепь в каком-нибудь далеком северном монастыре построжайший надзор. А если бы вы попробовали сотворить нечто подобное во времена столь любимого вами Сталина, то ваша бурная обличительная деятельность закончилась в лучшем случае на Лесоповале, а в худшем на Будовском полигоне. Ну, это еще и подтверждение тех слов, которые я сказал в предыдущей беседе, что бывший отец Сергий смелость проявляет только там, где ему за это ничего не будет. То есть, легко быть смелым, за высоким забором, спрятавшись в лесу, за охраной, знает, что нет ни высшей меры наказания, никто его не сошлет, в северный монастырь не посадит на цепь, ничего ему за это не будет. Самое страшное, что ему сейчас предъявили, это вот суд, где его оштрафовали на 90 тысяч за ложь и клевету. То есть, светский суд подтвердил, что Сергий Романов лжец. Нравится это, не нравится его почитателям. Есть факт, есть судебное разбирательство, есть решение суда. Пожалуйста, обжалуйте. Не обжаловали, решение суда вступает в законную силу, и это является доказательством. Хоть искричитесь все, факт остается фактом. То есть, по суду церковному Сергий Романов лжец, по суду мирскому он такой же лжец. это его обычное состояние души. На самом деле, он обычный трус, который, повторю, побоялся даже явиться в церковный суд и просто посмотреть честно в глаза своим братьям священникам. Даже на это он не способен. Ни как мужчина, ни как пастырь. И судя по тому, как он себя ведет, и по тому, что он делает, могу смело предположить, что если будет какая-то серьезная угроза его жизни, он бежит, может быть, с частью своих почитателей, бросит свою основную паству, наплетет им какую-нибудь историю красивую, что батюшка в гонении к батюшке угрожает смерть и прочее, прочее. Все его пожалеют и продолжат молиться на него, как на святого человека, а он куда-нибудь просто скроется. Я не представляю этого человека подражающим Христу. Вот его почитали, пишут, что батюшка как Христос, там и так далее. Какой он Христос? Христос не противился светской власти. Более того, мы читаем в Евангелии, ну откройте вы Евангелие, ну прочитайте вы Евангелие, там же написано, черным по белому, что Христос позволил светским властям, не просто властям, а властям оккупационным римским властям взять себя под стражу и распять. И мы читаем слова в Евангелии, что он мог бы призвать легионы ангелов и не допустить этого, но он этого делать не будет. Вот что сделал Христос для нас. Что на сегодня сделал Романов, подобное Христу, я, честно говоря, не вижу. Одни истерики, одна ложь и одна клевета. Тщеславие, самообольщение, самолюбование, по сути, это шоумен, который работает на публику. И далее митрополит Кирилл обличает Сергия Романова. Вам стыдно признаться, что подлинной причиной вашего неудовольствия мною была простая обида зависимого человека, которого отлучили от предмета его зависимости, оговоря святоотеческим языком страсти. У вас, как у капризного ребенка, забрали любимую игрушку, возможность управлять людьми, и вы уже сучите ножками и устраиваете позорную истерику на весь мир. Ну, так оно и есть. Это по факту. Схимнику, не просто человеку, схемонаху напомнили об его обетах, об его обязанности, о том, чем должен заниматься схемонах. Не более ему его командир непосредственный сказал, все, хватит, ты теперь не руководишь. Кроме того, он и так давно был уже за штатом. Что такое заштатный священник? Это священник, который, по сути, отправлен на пенсию, то есть уволен на пенсию. На самом деле, когда вот люди пишут, что, а почему раньше никак не реагировали, почему раньше, зная, что он там безобразничает, а безобразничать он начал еще на Ганиной яме. Именно поэтому он оттуда был убран. когда снес колокольню, не спрося разрешения у своего архиерея. Почему раньше его не запретили? Почему раньше не наказали? Ну, тогда была ситуация другая, и, конечно, и людей не хватало с одной стороны, но и все-таки есть такая практика мягко поступать с людьми, которые оступились, и прежде всего обычно как-то стараются их утихомирить, успокоить, выводят за штат, то есть отправляют на пенсию, и позволяют, великодушно позволяют им продолжать служение в качестве священников, будучи уже вне штата. То есть их как бы отправляют как офицеров в запас. То есть он остается офицером по званию, но уже не несет обязательную службу. То есть когда хочет, тогда и служит. То есть по своим силам и возможностям. За штат отправляют старых священников, отправляют инвалидов по болезни. Многие сами просятся за штат, потому что тяжело становится нести ежедневное боевое дежурство, как говорят в армии. А некоторых именно в виде такого наказания как бы прячут их. Вот и Сергия Романова его спрятали. То есть ему сохранили его священническое достоинство, его простили, его приласкали, его вывели за штат, отправили в лес, пожалуйста, созидая монастырь, исповедуй людей, окормляя сестер монастыря и не более. Но ему этого мало. То есть его бурный нрав он не дает ему покоя, ему надо устраивать шоу и концерты. Ну и скорее всего у него есть какое-то мнение по поводу своей персоны, по поводу своей роли. В мировом православии скорее всего он уже мнит себя патриархом новым в Сеярусии. Ну вот, я уже говорил, что он постригает самочинно людей в монахе, но недалеко в то время, когда он начнет и рукополагать. Далее митрополит Кирилл сообщает новость, которую я не знал и многие не знали, что оказывается отец Сергий в промежутках между своими видео выступлениями на публику пытался шантажировать своего митрополита. Шантажировать гнусно предмет его шантажа он омерзительный. Человек предлагал сделку митрополиту за то, что он замолчит и не будет его обвинять в экуменизме, а причиной экуменизма он называл служение митрополита Кирилла в католическом храме в городе Баре при мощах святителя Николая Чудотворца. Это безграмотность и кощунство. То есть у него теперь и святитель Николай, раз он посмел почистить своими мощами в католическом храме, теперь является еретиком. Так получается. До какого безумия отошел этот человек? Факта сослужения с католиками кстати не было и доказательств тому нет. И вот митрополит Кирилл кишет. Я молчу, что шантаж это не способ общения со своим архипастерем. Но то, что вы при условии возвращения вас к служению готовы были не развивать критику моего мнимого экуменизма говорит о том, что вы обманщик своих собственных духовных чад и никакой принципиальной позиции у вас нет. А есть дешевый театр перед обманутыми вами несчастными приверженцами искреннюю любовь, которых вы цинично используете, уводя их из спасительной гавани церкви Христовой в же церковь имени себя самого. Вот свидетельство митрополита. Я уверен, что митрополит голословно говорить не будет. Есть еще и другие свидетели. Обычно такие вещи тяжело произвести тайну отет-отет. То есть были еще какие-то посредники, были свидетели, были люди, которые могут подтвердить то же самое. Церковь проявила к вам снисхождение, закрывая глаза на каноническое препятствие хератонии, которые делали принятие вами священнического сана абсолютно невозможным. Мы надеялись, что труды, понесенные вами во благо церкви, покаянный плач и смирение, быть может, перевесят на чаши праведного суда Божия строгость канонов. Объясняя, как вы стали священником, вы не взяли смиренно ответственность на себя, а трусливо переложили ее на святейшего патриарха Алексея II и архимандрита Кирилла Павлова. Но нельзя прикрываться чужим благословением от суда Божия. В действительности же не было никаких красивых историй про то, что святейший патриарх Алексей II уговорил вас рукоположиться, а потом заставил дать вам наперстный крест, что якобы и исполнил владыка Викентий, возведя вас немедленно в Сан Игумена и возложив наперстный крест. А правда в том, что совершенное вами преступление в автобиографии при принятии Сана вы зашифровали фразой с 1984 по 1997 года находился и работал в УЩА 349-13 по специальности электрика. Вот факт, его легко доказать. Я еще перед рукоположением думал, почему меня заставляют собственноручно письменно писать ручкой свою автобиографию. Проще было бы напечатать, я даже просил, можно я напечатаю на компьютере и подпишу. Мне говорят, нет, сядь и напиши своей рукой. И я делал ошибки, там криво писал, там ошибал, делал по марке, переписывал несколько раз, мучился. В итоге я собственноручно написал свою автобиографию. И так делает каждый священнослужитель. То есть, эта автобиография находится в личном деле каждого священнослужителя. Как вот в армии есть личное дело офицера, так и в церкви есть личное дело священнослужителя. Где весь его послужной список, начиная с того, что он пишет сам о себе автобиографию, потом результаты допроса, исповеди у духовника и епархии. Получается, что и там Сергий Романов, тогда Николай Романов обманул духовника, то есть он умолчал на исповеди факт того, что он есть убийца и не может быть рукоположен священнике. И он это знал. То, что я предположил в предыдущей беседе, что скорее всего Сергий Романов умолчал о факте своего преступления, теперь мы имеем подтверждение. А провернуть этот факт ему будет невозможно. Он писал это от первой до последней буквы собственной рукой. Более того, солгал на исповеди. То есть он поглумился над таинством исповеди. Немного и немало. Он даже не пишет, что он сидел по какой-то статье. Он шифруется, что вот в эти годы своей жизни, а мы пишем там буквально с детских времен, где родился, кто родители, где учился и так далее, все свои дипломы и так далее, где работал. Подробно описываем где и кем работал даже по трудовой книжке. И вот он пишет, что в эти годы с 1984 по 1997 год он находился в таком-то учреждении и работал электриком. То есть он даже не сидел. Да, то есть он сказал как бы часть правды. Он там сидел и работал электриком, будучи заключенным. Но он сказал очень хитро, написал. Я был электриком. То есть можно понять, что он был просто вольно-наемный человек, то есть человек, который приходил в это учреждение и там, грубо говоря, менял лампочки. Такой благочестивый старец у нас. Так что шапка на воре горит. И не зря он выступил с этим вот обращением, понимая, что доказать его ложь теперь очень легко. И он попытался сработать на опережение, прикрыться якобы благословением великих старцев. Но не пройдет этот вариант. То есть все тайное становится явным. Он уличен в очередной раз во лжи. Но боюсь, что и этого будет мало людям, которые просто в него влюблены и верят ему беззаветно. Я думаю, всем очевидна ваша изворотливость и лукавство при формулировке неудобного факта вашей биографии. Вот так вот резюмирует правящий архиерей. Вы сочинили небылицу про встречу со святейшим патриархом Алексеем II у Владимирской иконы Божьей Матери, где он не знает, кто вы и где служите, но с угрозами напоминает владыке Викентию о необходимости дать вам на перстный крест. Хотя патриарху проще и естественнее было бы в такой ситуации возложить этот крест самому. В действительности живые были рукоположены в 2001 году, а на перстный крест получили в 2005 году. А в санэгумена вас возвели в 2009 году уже при патриархе Кирилле. То есть эти факты четко зафиксированы в личном деле священных служителей. То есть есть болтовня и вранье Сергия Романова, пока еще монаха, а есть неопридержимые факты его лжи. Если бы вы хотели помочь церкви, вы бы предложили свою помощь в борьбе с врагами церкви, а не начинали борьбу с самой церкви. То есть те, кто хочет закрывать храмы не только на карантин, а навсегда могут быть вами довольны. Вы им помогли, как никто другой. Тогда, когда надо было объединиться перед лицом сильной и организованной угрозы, вы разрушаете церковное единство, настраиваете прихожан против священного началия. Вы делаете все, чтобы пока мы будем слушать и тратить время на обсуждение вашего очередного бредового выступления, глобалисты побеждали. Я обвиняю вас не в том, что вы боретесь с попытками установления тотального контроля, а обличаю вас в том, что вы мешаете этой борьбе. Вот это истинная правда, то, что мы имеем на сегодняшний день. Ложь про закрытие храмов я развенчал еще в начале мая. Человек, сидя в лесу, нагло врал, что храмы закрываются. Я рассказал подробно, были отдельные закрытия храма, но все, кто хотели поисповедоваться, причаститься, все это сделали, в том числе и на Пасху. Митрополит Кирилл в своем письме точно так же подтверждает, что храмы в Екатеринбурге не закрывались. Я свидетельствую, что в Санкт-Петербурге было то же самое. Были некоторые временные ограничения, мы их перетерпели, мы сохранили свои храмы, мы сохранили свою паству, мы сохранили кадры, потому что была большая проблема, не было просто средств на содержание храма, на оплату тепла, элитой энергии, на пропитание служителей церкви, в том числе рядовых сотрудников. Но мы это время дружно вместе перетерпели, несмотря на всю эту визгатню из леса. И дальше митрополит Кирилл пишет о своем разочаровании. Я, в общем-то, тоже говорил о своем более раннем разочаровании. Вот что пишет митрополит. Я, как и многие знающие вас люди, был сердечно к вам расположен и обманут вашей харизмой. И сейчас переживаю болезненный момент разочарования и избавления от иллюзий, поэтому не осуждаю ваших чат, хотя они и ведут себя чрезмерно нервно, а порой и агрессивно. Я знаю, как болезненное разочарование, но все проходит. За отрицанием проблемы приходит гнев, что мы видели среди ваших чат. Но гнев не вечен. За ним будет торг, за ним будет депрессия, а потом принятие того факта, что вы более не священник. Так что, дорогие мои, потерпите еще немножко, включите голову, изучите подробный вопрос, аргументацию православной церкви, трезво оцените ситуацию, найдите в себе мужество признать, что вас обманули, что вы обманулись, ничего в этом страшного нет. Мы постоянно грешим и более тяжкими грехами. Для этого у нас есть таинство исповеди. Не лишайте себя таинств церковных, не лишайте себя причастия тела и крови Христовой, отвернувшись от Бога, отвернувшись от Матери Церкви, уйдя к лже священнику, который по всем канонам православной церкви не может совершать литургию и не может вас исповедовать, не и кровью Христовой. Не лишайте себя источника жизни вечной. И вот последние слова митрополита Кирилла. Я уже не умоляю вас, как раньше, покаяться и сохранить хотя бы монашество, но готов проявить нисхождение и найти вам место для покаяния, если вы еще помните, что это такое. Ступать с вами в полемику, переубеждать и уговаривать я вас не стану. Мой долг, как архиерея в частности, состоит и в том, чтобы выдворять за ограду церкви тех священнослужителей, кто не работает смиренно на Христовом винограднике и не приносит плоды послушания. Мне неприятен этот долг, но я не уклоняюсь от его исполнения. Митрополит Кирилл 6 июля 2020 года. По поводу вот этой печальной обязанности архиерея, кто не знает, может послушать мою проповедь под названием «Кому церковь не мать, тому Бог не отец», где я подробно ранее разбирал девятый член символа веры для прихожан нашего храма, отторгать от тела Христова отсохшие ветви, больные члены, чтобы все тело не поразило зараза. Это древнейшая обязанность. И как митрополит Кирилл пишет, эта обязанность она ему неприятна, но он ее честно исполняет. То есть Сергий Романов на сегодняшний день не священник. Для тех, кто продолжает еще заблуждаться, я могу предложить еще раз открыть книги правил церковных, это три толстяных тома, и прочитать все каноны православной церкви и оттуда вы узнаете, что догмат о несмываемости священства, который так отстаивают ныне запрещенные служения, лишенные сана священники, это и Сергий Романов, это и некогда дружный мне Алексей Мороз, это и Владимир Головин, этот догмат, он еретический, то есть несмываемость священства существует только у Рима католиков, в православной же церкви, если священника лишили сана, то он переходит в разряд мирян, без вариантов, поэтому Сергию Романову надо определиться, либо он остается православным и снимает с себя крест, прекращает свою провокационную деятельность, перестает постригать людей, перестает их исповедовать, перестает служить, либо он признает, что он является Рима католиком, вариантов нет, либо так, либо так, либо ты лишен сана, ты не священник, и ты остаешься православным, либо ты признаешь католическую ересь, но я уверен, что даже если Сергий Романов вдруг попросится католиком, формально они могут его принять в сущем сане, но католики таких принимать не будут. У него остается только вариант либо остаться монахом Русской Православной Церкви, либо уйти в раскол, создать, как пишет митрополит Кирилл, церковь имени самого себя, возвести себя в епископы, возможно избрать себя патриархом, вот они соберутся там, несколько тысяч крикунов в лесу, пройдут там свой собор разбойничий, изберут его патриархом, ну и появится у нас очередной патриарх, у нас на Украине их там по-моему целых два или три существует, вот и все они, все я, Руси, Украины, там и то же самое и у нас там какие-то есть очепенцы, ну появится еще один очередной, ну осталось ему жить немного, мало кто проживает целый век, все-таки восьмой десяток человеку, поэтому я думаю, что уйдет пастырь и рассеются и его овцы в данном случае, потому что дом, который они выстраивают, он построен не на крепком основании, не на Христе, а на песке, лжи, клеветы и самомнение, поэтому дорогие мои, пожалуйста, будьте бдительны, будьте трезвы, обо всем имейте рассуждения, все исследуйте, по словам апостола Павла, никому не верьте на слова, читайте, изучайте Священное Писание, предание Церкви, историю Церкви, каноны Церкви, не кусочками, а целиком, и не будьте неверными, а будьте верными чадами Русской Православной Церкви. Спасибо всех Господь. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова